так сегодня короче сидим размышляем о том что бы по поводу шлема озернова возник у нас ряд вопросов значит по поводу не так начал ты скажи нашли новые как бы самое изобразительное описание ну как новое оно не новое оно уже давно не имеется ввиду как бы вот по сравнению с этим достали а ну вот в плане да как бы мы смотрели сначала изначально вот по этому шлему но описание вообще комплекса всего озернова а потом более подробно я короче начал ковыряться в интернете и нашел ну как бы вот это вот и описание самого шлема вот как у нас как у нас обычно в шлеме там много чего написано вот но у нас есть такой вопрос вопрос такой у нас возник я как бы сейчас все это прописывать не буду потому что в основном описание идет ну как бы вот этого шлема идет конструктивные особенности а детали некоторые фактически я добавлю что очень много воды как всегда налито по поводу а собственно некоторые как бы элементы которые возникает вопрос вот как у нас у реконструкторов они не отвечены от слова никак вот теперь нюанс вот теперь хотел бы что прочитать именно то что написано по нему чтобы внести кое-какую ясность и порассуждать и порассуждать по этому поводу вот теперь слушайте теперь некоторые рассуждения наших друзей из славянского союза которые провели основательную проработку этого шлема этот как пишут они прежде всего да прежде всего отмечается что по ободу шлема над местом привязки бармицы то есть обод шлема вот она за могут идет ребро вот она подобная ребру на шадрина да где-то скажу вот мы выколотили вот так она выглядит приблизительно ребро то счет на ребро под ребром должны быть дырочки которому должна крепиться бармица как они пишут связку бармица идет ребро подобное ребру на шадрина его почему-то нет я понял так ребра нет на прорисовках но она там есть хорошо берем этот нюанс оба товарной форме отверстие ниже ребра расположены по всему обхвату вот кроме линии глазниц ну то есть вот даже доходит до сюда кроме линии глазниц но вот глазницы под глаза вот они то есть получается вот даже даст ну как бы край доходит ну до последние по крайней мере которые изображены нарисованы рисуют обычно достаточно точно стараются по крайней мере такие требования вообще вот то есть последние где-то даже на линию глазниц заходят кроме линии также есть одна полоса отверстий которые реже и тоньше в диаметре нижнего края обода вот они вот они вот они поднаеду сейчас я поднаеду на вас чтобы вы видели тут ни черта не видно было нет люди поймут что это вот короче ребро пробитое которое мы показали под ним значит идет очень очень много 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 ребро дырок да под ним должен быть один ряд дырок и потом должен быть и потом должен быть второй ряд дырок ну они здесь один и второй здесь чаще здесь реже ну давай на рисунке пока что-то видно наверное да вот они здесь намного реже намного реже через а здесь очень очень часто очень часто то есть дальше слушайте на нижнем края обода на переносице посередине обода еще одно отверстие то есть если сейчас отъезжаем вот подъезжаем теперь вот сюда сейчас вот в эту сторону вот переносится показать вот она вот она еще одно отверстие листочек учили ну ладно давай вот ну да просто отверстие поближе отверстие еще одно есть вероятнее всего на шлеме крепил и крепилась ламилярная из статьи также можно сделать такой вот либо ламинарная бармица также возможны варианты кольчужной стёганой хатан годы ель бармицы таким образом можно до добиться целого ряда защитных характеристик в зависимости от предпочтений все в принципе вот что они написали ребята но у нас возникает ряд вопросов по этому поводу таких вот мы сейчас когда это все будем прорабатывать и делать надо делать до конца вот нам нужно иметь полное понимание вообще как правильно крепилась крепилась бармица на лице для того чтобы защищать лицо более эффективно на верхнюю часть или на нижнюю часть потому что по их нему описанию то есть идет ребро и уже от этого ребра на эти дырочки крепилась именно бармица выглядит она вот так обратите внимание сейчас я еще отъеду сейчас отъеду то есть фактически фактически это будет выглядеть вот так то есть вот вот под это ребро будет таким вот образом крепится вот такие слой бармицы ну дальше пошла то есть смысл такой теоретически теоретически да как бы ну мы мы в принципе согласны согласно что таким образом вполне себе могло крепиться потому что они пишут возможно там кольчужная 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 уже возможно так не крепится по-любому то есть она бессмысленно здесь случае вниз да да потому что ну зачем сюда кольчужные каким образом она будет крепиться в этой дырке это непонятно вот через провоку да соответственно если там допустим стеганая изнутри будет пришита согласны но дело в том что именно в этом захоронении найдено два ряда этих самых 50 сантиметров то есть два ряда которые закрывали лицо то есть именно ламиллярные вот тот как вариант который мы показываем значит следующий вопрос как бы много чего нам не не удостоилось чести мацать этот шлем руками но у нас даже уже по этому варианту у нас возникают увеличивание рассуждение мы должны как да рассуждаем мы рассуждаем с точки зрения реконструкции люди которые получают собственно топорами и мечами по голове и мы понимаем что обзор для бойца а тем более для конника который рубит налево и направо потому что его такая специфика у него должно боковое зрение очень хорошо быть видно вот а вот теперь вопрос как мы видим на рисунке здесь заходят дырки аж до уровня глаз даже на уровень глаз вот мы сделали значит вот лицевая лицевая часть которая будет обратить внимание а это вот соразмерные давай тебе сделаю так еще щас помечал чтобы жирно было видно чтобы вот да а это вот соразмерные пластины которые найдены в этом захоронении итак смотрим по последней дырке их здесь нарисовано четыре но пусть четыре вот мы прикладываем от самого края раз два одно на одну короче накладка то есть так как они будут лежать три это согласно если вот по ободу идти вот по согласно ободу согласно размеру для тех пластин которые найдены в захоронении 4 с этого 1 самый край 2 самый край 3 самый край все как положено теперь 4 а теперь обратите внимание так дырочку а теперь обратите внимание это будет последний как бы момент для зрения да потому что это закрывается а вот здесь еще будет наносник и вот это расстояние лицевое то есть то есть вот ну наносит да вот это расстояние для глаза и это для глаза то есть общее расстояние ну какое мы здесь да сейчас карандаш покажем грубо говоря там ну давай проще не не давай на карандаше вот теперь поверни на меня камеру а вот теперь обратите внимание ваты пластинки просто глаза поставил то есть я ставлю одну пластину фактически и ставлю другую пластину вот то что мы получим на выходе если прикрепим бармица какая писали ребят то есть вот это маленькое окошко я ни черта не вижу с боков вообще в принципе то есть мне любой кто зарядит сбоку в ухо я его даже просто его фактически не увижу вообще этого удара и это собственно для коника которым именно влево вправо надо рубить потому что именно так они сражались там сражаться то есть я ни черта не вижу то есть как это все тогда они там все я не знаю как как они куда смотрели какая-то взвешивали там вот я не могу понять допустим значит что то здесь не то значит бармица суда не могла крепиться либо она как-то не так было либо обзор должен хотя бы вот так быть просто потому что вот это окошко для меня ни о чем я ни черта не вижу это это еще и наносник здесь должен быть то есть очень странно следующий вопрос давайте не будем забывать что это ранее средневековье скажем так еще то есть фактически если мы прикинем что она должна висеть на шнурке вот по такому же принципу вот как бы ходит бармица складывается за счет того что вот этот висячий шнурок куда-сюда играет то есть играет для того чтобы просто шея и друг сам себе не отрубил то есть она играет вот за счет этого шнурка колом не становилось то есть этот принцип согласно значит соответственно в эти маленькие дырочки в эти маленькие дырочки у нас пойдут шнурки на котором должна висеть бармица то есть вот здесь ходить допускаем вариант но не надо забывать что железом было достаточно сложно на и вот этот запас который утяжеляет шлем фактически он собственно уже не нужен кузнец так видел он сделал с металлом было там не очень хорошо ну прям совсем не хорошо не надо забывать что там чего бы не писали в книжках там туда-сюда да воин на себя может потратить конечно мы согласны но поверьте людям которые таскают на себя все эти железки любое утяжеление вооружения она сказывается особенно не забывайте что как бы шлем который весит не очень так прилично весит до ламеллярная барбица который тоже весит это все нагрузка на шею и все это собственно как бы не доставляет ну во первых удовольствие шеи потому что она очень сильно напрягается вот лишняя нагрузка в общем-то и фактически здоровье ну ладно а допустим что вот она сюда ходит но опять же слишком много дырочек если мы их приложим может быть они попадут по размеру что вот это бармица ходит здесь допустим допустим зачем тогда вот этот нижний ряд дырок вот этот что какую функцию выполняет здесь уже ничего не крепит на шнурках то есть он ничего не крепит в принципе потому что если закрепить жестким двойным прихватом то вот этот первый ряд колом он станет колом хотя теоретически для шеи он может конечно стоять колом ну вряд ли только типа верхняя прикреплена мертва а вторая второй ряд двигается мягко уже да может быть да но опять же давайте не забывать что это это пластина фактически которая будет на вот она должна вся ходить вот как самурайских шлемах там каждая пластина которой цельная но она вся на шнурках ходит потому что иначе когда ты наклонишь голову там допустим для того чтобы ударить сбоку человек просто он наклоняет голову именно такая его динамика что он наклоняет шею голову то есть вот да он наклоняет ее на бок когда рубит он он не рубит вот так он наклоняет потому что плечо у него приходит поэтому вся эта барбица должна сложить сила удара перекладывать просто плечо подымается и все барбица просто складывается в гармошку и вот так вот человек устроен и тогда только он бьет и вот в этот момент если это будет хотя бы один ряд стоять колом а не надо забывать что барбица вернее обечайка достаточно широкая что она же сама по себе уже ниже уровня уха стоит фактически ну прилично так вот если глазница то есть до половины уха то есть вот так это просто упрется и все и собственно там размахнуться как следует не будет мы просто говорим как с точки зрения практиков вот значит соответственно должна барбица ходить вся мы чему говорим что вот они там много бла 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 сделали вот они так предположили вот и так предположили там нам хороший вопрос задаем для чего вот эти дырки ну опускаем да третий вопрос для чего вот эти две заклепки на лобовой проекции какую функцию нанесут если люди которые мацали шлем должны хотя бы внутрь заглянуть были хотя бы сказать может быть они и заглянули но они как бы это как бы они там вот ну как вот прочитал борода там что прям ну они там прям вот так внимательно все изучили ну так прям вот нырнули в эту тему прям вот они предположили сюда мы предполагаем что это пришита допустим на подшлемник вот я вот до сих пор уверен что это так просто сама по себе вот если учесть что последние пластины просто в обзор будут загораживать на глушняк и сюда конечно ну как сюда как кольчужную барбицу подвесить ну не ну кольчужный там находках ведь написано именно что ламина но они предполагают они же пишут там кольчуга могла все что угодно тут разговор о том что найдено в этом могильнике что именно вот ну вот еще раз говорю что крепят эти три вот две заклепки вот нам лично непонятно потому что судя по всему здесь кончается металл обечайки которые это заходит сверху логично здесь да логично здесь 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 под шлемом идет металл соответственно он здесь заканчивается где-то в районе эти заклепки логично понятно что они крепят что вот эти заклепки крепят какой элемент за каким хером опять же еще раз повторюсь ребята не надо забывать что заклепки там дырки это это не 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 как говорится не сверло твоего у нас сверли там электродрель и заклепки не завод выпускает это все надо сделать это надо все проковырять и чего-то то есть ты хочешь привести там что все было продумано а все это 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 имела иначе смысл его просто взять для прикола пробить там этим самым кузнецу дырку в это в железе там понимаешь сделать лишние две заклепки для прикол и просто туда как зафигачить на ну я очень сильно боятся у нее до приколов было как бы да вот этот вопрос как бы тоже вот они глубоко нырнули но ничего не рассказали следующий следующая фишка очень интересная значит еще раз повторяю мы реконструкторы мы практики нам интересно вот эти как бы тонкости вот что это это вот чё написано то что вот именно на двух с одной стороны с другой стороны заклепано но здесь тогда почему тогда здесь и здесь на каждой половине посему здесь и здесь это все нарисовано и тогда получается по их изображению 4 штуки две с одной стороны 2 с другой стороны в любом случае даже написано написано то что именно крепилась на двух на двух то есть с одной стороны и с другой стороны это по моему вообще ничего не написано нет написано я сейчас даже прямо прямо вот сейчас прочитаю сейчас секунду отдалю чуть-чуть вот а теперь в описании есть есть так вот шлем диаметром 20 высотой 19 сферической форме навершие которого венчают подвижно закрепленная двумя двумя штифтами полукруглая рамка двумя штифтами полукруглая рамка еще раз подвижно нет навершие которую венчает подвижно закрепленная двумя штифтами полукруглая рамка предназначенная вероятно для закрепления украшение шлема то есть то есть фактически это не вот про это ты читаешь а вот про вот это кольцо вот оно колечко которое да вот про него ты читаешь двумя штифтами да двумя штифтами здесь может не очень четко на вот нарисовали как-то вот себя не безобразно а здесь вот видно хорошо вот она обратите внимание вот они два штифта это полукольцо она здесь хорошо вот изображена вот раз-два-два штифта полукольцо туда-сюда мотается для закрепления да сюда хвосты крепились как правило конские то есть он продевал закручивал все он болтается такой красивый мы говорим о другом мы говорим вот это это как правило на версии там она ту я называется по-разному как бы вот смысл его понятен да вот здесь допустим вот видно на этом рисунке здесь вот видно что они изобразили как бы вот этот момент то что здесь вот вот видно прям черточки раз я рисовал это я просто думал что на две пробивается как бы вот это вот хорошо хорошо ладно корректе давайте дальше рассматривать каким образом здесь крепится ну на на эту на что на заклепку на заклепку где она вот он делал раз вот вот 1 вот подожди вот одна вот где здесь закрыв то есть ее здесь нету тут то есть вообще получается этот блинчик он целиковый а как бы вот эти вот крылышки которые отходят вот эти вот полукруглые они как получается ну как четыре штучки их там да и а может быть две а может две написано что в любом случае да вот эти крылышки они явно не соединены с этим вот этим полукружим стульей то есть фактически это не соединено то есть это металл который жить сверху как и здесь то есть вот эта черта она может быть это дальше типа маленького маленького умбончика который продевается еще раз как ну вот как вот вот смотри вот этот грубо говоря вот этот внутренний сверху надевается умбончик то есть он пошел на конус да так на конус и все и сверху просто расплющивается чтобы он не выскакивал туда и все где расплющивается ну наверно вот 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 в это где нет здесь вот смотри здесь вот четко изображено смотри вот это штифт такой железный да ну пруток скажем так круглый пруток в нем дырка в нем значит полукруглая проволочка которые ну держит украшение держит украшение как вот этот тумбон понятно что тумбон может я предположил еще раз говорю мы рассуждаем о том что люди которые могли помацать этот шлем налили воды очень много про шлем фактически рассказали то есть они написали то что я и сам прекрасно вижу четыре половинки накладка с рублем пробита да хрен этим самым тут закрыт то есть для меня это мало интересует потому что это типологичная вещь которую я знаю прекрасно как облупленная переделал хрена знает я понимаю для чего что делается мне непонятно для чего вот эта заклепка вот чему не интересует мне непонятно как крепится умбон потому что здесь нету если бы здесь была вот заклепочка я понял что то есть сверху проклепана и она просто на глушняк прибиты и все куполу до куполу совершенно верно что это за крылышки улайса бля но фактически это лежит сверху вот этого это вот кусок металла в котором охранительная заклепка в киргале фигачена 2 их 4 но вот если здесь брать смотри ну логично предположить что их здесь две переди две сзади ну и две сзади то есть но они-то они не за цель если я понимаю там как бы вот этот полукруглый умбон был бы с вот этими крылышками дорисую да то есть вот он был полукруглый а здесь вот два такие ответвления которые бы и были приклепаны тогда бы я сказал да тут вопросов нет но если получается это крылышко отделено само по себе а умбон лежит сверху то есть хочет сказать ребята ну а собственно как что куда только вопросы ну это вот так специалисты догадываться да третий вопрос скажем так достаточно распространенная фишка вот здесь наносник явно по длине видно о чем мы в предыдущей как говорится рассказывали да то что скорее всего это все укрепилась к наноснику дырка вот эта центральная дырка какую она роль играет предположить что на ней мог крепиться шнурок который поддерживал лавиллярную бармицу которую здесь крепилась как раз вот она вот так она висит допустим да и она ну это конечно это даже ниже всякой критики потому что сверху не мог идти потому что по нему стукнуть все отвиснет а изнутри тем более потому что за счет тяжести лавиллярной бармицы этот шнурок будет просто по носу издыкать но это не о чем вообще это смех скорее всего это достаточно частое распространение накопонений когда выкапывают да все вот эти дырочки дырочки которые просверлены они естественно являются особенно когда они просверлены в крае это очень часто на разных шлемах встречается по ним как раз и отгнивает очень активно вот этот нижний край вот здесь явно вот ну вот обгрызочки которые вода видно там пусть они зарисованы но скорее всего я подозреваю что как раз здесь дырочки на которых и крепилась то есть к наноснику бармица то есть да вот тогда все понятно что за дырка тогда еще раз непонятно если предположить что все-таки на это крепилась под шлемник мелкими дырками прошита а такой вариант есть то есть тонкой ниткой очень часто смотри камень не знаю на ниткой ниткой зачем волосяной ниткой обычный господи с нитками там по крайней мере там степи то нормально было же вот вот эта дырка что накрепила возможно лобовую проекцию как бы всей подвески до того чтобы не ездил иначе еще раз говорю для чего что там в ней было что-то сверху накладка на нос бессмысленно одной дыркой ты ничего не удержишь то есть опять мы в ходим то есть получается с этого шлема хотя он там игру они рассказали о том что высота диаметр конечно интересно но что есть ребро то что есть два ряда дырок каждом шлеме есть как бы какие-то общие нюансы да вот интересный нюанс есть общее которые всем понятно есть нюансы до высота размер детализация а вот эта детализация для чего заклепка для чего как крепилась для чего дырка зачем нижнем ряду нахерачено столько очень редкий вот если подвесить сюда как бы да есть момент не надо забывать что шлема как бы это такая вещь который плавал очень долго на самом деле там чтобы не рассказывали он мог служить там не одному поколению фактически то есть совать его в могилу на самом деле как правило такие вещи не спешили только очень статусным ребятам вот поэтому вполне сюда да что-то висела до этого ламелярная или наоборот здесь висела бармица кольчужная вот тогда да на эти редкие дырки вполне могла висеть кольчужная бармица а потом более крутой пацан когда это шлем ему достался он ее просто снял потому что ламелярная защищает лучше чем кольчужная бармица это понятно вот и тогда вот сюда он нафигачил как бы дырок вот и на нее подвесил ламелярную бармицу такой вариант может быть но опять же если люди как бы берутся за такие вещи описательные да и как бы издают уже для широкой публики новоделов то много сделал например но каждый сгородит по-своему да в том-то и дело но если люди берутся что-то описывать и выкладывать это на общее обозрение вот для меня как человек который занимать шлемами возникает масса вопросов ребята ну тогда напишите что вероятно здесь могла висеть бармица до этого а потом был шлем знаменитого васлова есть такой шлем да там это все уже как бы ну специалисты однозначно указывают то что это тройная переделка этого шлема то есть и он переделывался трижды шлем допустим и зерман бюс знаменитый да единственный можно сказать это явная переделка с чего-то другого там однозначно там все уже к этому сошлись мнению поэтому шлема до переделывались плавались там и это очень-очень достаточно распространение но тогда вы укажите хотя бы предположите но еще раз говорю обойти вот такие интересные моменты просто их заживать не описать не описать не рассказать не хотя бы предположить еще раз говорю каждый человек который занимается своим делом особенно при ограниченном ресурсе металла технологических как бы до особенностей инструментария он никогда не будет просто от от понта вклипать две заклепки которые не несут никакой этой самой вот такие задались вопросы то есть как висела а сейчас основной у нас конечно вопрос вот если мы будем вешать бармицу так как огня описали под этим вариантом но опять же вот обратите внимание да вот здесь идет как бы на лобовую проекцию наклёпка то есть вот она вот она здесь понятно что если её пробить до конца она ляжет на вот этот ребро то есть она ровно ляжет запасом почему здесь этого нету получается что здесь она где-то кончается резко потому что металл вот как сама показываем да то есть вот этот металл уходит сюда здесь приклепать на резко кончается но тогда логично было предположить если это защищает шнурки, ну, это логично, да? Надо предположить, логично, что это должно продлиться и на лобовой проекции, и защитить эти шнурки. Потому что человеку-то в лицо бьют, там, будь здоров. Более чаще, да. Ну, в любом случае ему хотят попасть по морде. То есть, сунуть в морду-то, понимаешь? И вот этот ряд шнурков уже по лобовой проекции. А я говорю, мы все как реконструкции, я как человек, получающий в лицо достаточно часто, пошли, полумаска у меня защищает. Ты часто получаешь лицо. Да, я вам честно говорю, что в лицо получаешь очень часто. Эти шнурочки-то сабелькой-то можно посрезать, и барменца-то отвиснет. Почему тогда не прикрыть этим самым, так как и здесь? Не продлить, имею в виду, ребро. Совершенно верно. Что мешает Кузнецу, если он сделал здесь накладку ровную, то продлить и здесь, это было бы логично. И тогда вообще не было бы вопросов. Однако здесь ее нету, что-то как-то где-то, что-то... С точки зрения практики, как я еще раз повторяю, когда человек получает по лицу, для него важно все. Защита лица, обзор, чтобы не получать лишнего, чтобы вовремя увидеть удар. И даже с хорошим обзором, я вам честно говорю, в бою, когда ты дерешься, то, что прилетает сбоку, ты практически крайне редко видишь. Ну и плюс, конечно, уменьшение веса всего шлема, если это возможно. Именно поэтому вот эти все ребра жесткости начали правильно описываться в предыдущих строках, там кирпичнику предполагал. Это все делали, вот эти все ребра делались для того, чтобы уменьшить вес, допустим, тех же накладок, но увеличить за счет ребра жесткости. Это нормальная тема, она как началась во времена ОНО, и она и сейчас продолжается. То есть легкий металл пробивает ребром жесткости, и он соответственно усиливает. Это нормальная тема. И значит лишний металл, который здесь еще, при его дефиците, если мы накладываем сюда, он начинает что? Он начинает лишним быть? Либо что-то здесь не то, либо как что-то. Не, ну может быть мы что-то действительно не знаем, как бы обвинять тоже всех мы не можем. Да, мы не обвиняем, мы просто задаем вопросы. Мы предполагаем. Если кто-то выходит как бы на широкую публику, пишет статью практически научную, да, там как бы описательную, это все выкладывается в интернет, просто у нас возникают вопросы, мы же не претендуем на истину. Ну ребята, если вы взялись там, особенно если вы взяли в руки этот шлем, вы по крайней мере должны как-то все это, но для нас осталось масса вопросов. Короче, мы будем продолжать, борода будет продолжать делать шлем, когда мы его сделаем, начнем подвешивать и начнем уже, как говорится, комментировать. Суть, да, хотя бы понять, что у нас получается. Ну пока как... Приблизиться к действительно реконструкции. Если тут еще ладно, все понятно с этой заклепкой, ладно, в объем там, не знаю, что-нибудь зацепим, то здесь как это все крепится? Что-нибудь придумаем. Ну все же придумывают, и мы придумаем. Ну ладно, на этой сакраментальной ноте пока мы останавливаемся, потом будет видно. Уже когда будем собирать, посмотрим, что получится. Да.